Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Это именно в этой деревне с 94. Ну а территория моего обслуживания, соответственно, группа 20 километров. Это моя территория, туда 5 и туда 15. Не только на Козловке. А не подскажешь, что же в основном? Свет может включить? Да, если можно. Это у вас экспозиция какая-то, да? Это да, мини музейчик такой. А у вас на обнимение примерно возраст какой читателей? Вы знаете, от 7 до 80. А молодежи вообще много или больше все-таки старше? Да, пенсионеры в основном. Молодежь у нас выезжает учиться и остается там же. То есть никто не возвращается. А здесь пока учится, вот от 7 до 15, там, 17. Приходит, да? Пока, да. Ну то, что и там, в учебе надо идти? Ну да, да, да. Школа в основном. А вот кроме школьной литературы, если может молодежь чем-то интересуется, мы хотя бы там один-две книги какие-то, которые иногда берут вот? Нет. Какую область? Если честно, то нет. Вот это школьная в основном? Да. Может, школьная там чем-то что-то и берут, но у меня нет. А не подскажете тоже вот, может, в фондах у вас есть какая-то такая тоже литература сверхучебная, не знаю, там, античная какая-то или там поэкономии? Нет. У меня в основном советская такая вот это все в костях советской литературы. При советском времени все пополнено, нынешнее, современного нет, потому что комплектаций нет. А вам, я так понимаю, в библиотеке только зарплата там сотрудникам оплачивается или есть какие-то деньги, выделяются там фонды, пополняют на ремонт, еще на что-то? Нет. Если честно, то ничего нам не выделяется. Выделяется на периодику. Вот кое-какие районная газета, областная газета и тут кое-какие журнальчики. Ремонт нет, техника своя. Это от компьютера, я хочу сказать. Вот так. Соответственно, совхоз все уже? Совхоз, да, давненько уже все. Давно? Да. А не подскажете, в клубе у вас что-то происходит, как там мероприятие? Как он функционирует сейчас? Ну, функционирует, конечно, но с молодежью проблемы, соответственно, и в клубе проблемы со всякими мероприятиями. Ну, а к тому, что там раз в месяц кто-то приезжает, либо там есть какой-нибудь драм-кружок, что-то такое постоянное? Может, самодеятельность какая-то? Нет, ничего такого нет. Сама одна заведующая, как сказать, и жнец, и на Дуде, и Греции. Развлекает весь поселок. Да, да. Ну, и я ей помогаю, конечно. Как культура, мы же общие. А что вы устраиваете, в общем-то, к примеру, просто, чтобы... Ну, такие большие, конечно, мы вместе делаем. Там вот был день пожилых, день матери вот в ноябре. Ну, вот к детскому саду, к Новому году, ёлка. Такие вот крупные, я имею в виду, там. Ну, 8 марта. Ну, да, 9 мая у нас же два памятника погибшим в войне. Кто у вас с Дедом Морозом играет на ёлках? Каждый раз по-разному. Когда большие, вот, парни у нас, вот, молодые. Когда есть желание, когда? Сами. Кто побольше? Ну, я не подхожу ни на Деда Мороза, ни Снегурочки, извините. Так что вот. А большие парни побольше-то кто? Ну, вот, наподобие Саши, там, Петрова, вот, ну, получше такие-то. Да, да, да. Понятно. Спасибо большое на вот, как раз, пару кадров. Поговорите вот в обществе, всё, что надо было. С Сашей слышали, как раз, в школе бровенки общались. Сейчас идёте к Саше, да? Да. Ну, мы встретимся. А вы его мама? Да. А, ну да. А, понятно, да. Мы вас спрашиваем разрешение, можно ли прийти. Можно ли по всём, Саша? Конечно. Спасибо большое. А сколько примерно в день там посетителей бывает? По-разному. Когда пять, когда один придёт, а когда девять, десять. А ещё такой вопрос, может, немножко нескромный. Какая вот зарплата у вас? Потому что мы разговаривали, где мы разговаривали? В Боровёнке, в библиотеке. В Боровёнке. Да, там, как раз, библиотекарша там 40 лет уже отработала, и она говорит, что у неё зарплата 8000 рублей. А если кто-то новый придёт, библиотекарша будет около пяти. Да. Она может повыситься, только если дополнительно взять там, уборку, условно говоря, это ещё какая-то. Ну, может быть. Ну, вы знаете, у меня стаж 20 лет. У меня клад 4600. Ну, за то, что я 20 лет отработала, соответственно, стажевые тысячи. Ну, посчитайте. 5600 вот за 20 лет стажей. Да. Поэтому... И сын молодой, его нужно тоже. У меня два сына. Один в армии сейчас. Стаж. Да. Саша второй. И я 20 лет работаю при температуре зимой вот такой вот ужасной. и ничего. И ничего. Видимо, тут. Ну, а что делать? А вот тоже, когда говорят, там взять да уехать. Ну, это да, конечно, мозгами ты понимаешь, что надо уехать. А жильё надо снять, детей надо учить, это всё вот это сложить и, соответственно, очень тяжело выжить. Хорошо. Ну, можно, действительно, две минуты. А вот с Нового года у меня ещё сокращают на полставки. Я буду получать 2 300. То есть это всё та же самая работа, всё та же самая полставка? Да. Ну, вот, как бы, будет 3 дня в неделю работать. А, если не нужно никому не жить? Считают, что... Потому что, как бы, это не нужно 5 дней в неделю работать? Да. Чтобы библиотека не должна работать в поселке 5 дней? Да, да. Это начальство... Это, как у нас, что, оптимизация называется, да? А выборы у вас недавно были? Да, с непрофильными вузами у нас в Питере. Вот оптимизация, да, нет денег, соответственно, чтобы хоть город людям сохранить полную ставку городу, деревню сокращают. Выживание называется. Да, соответственно. Вот. Я могу ушёл говорить. Вот даже мне в этом, в принтере краска закончилась. Полгода не могут купить. Нет 600 рублей. А вы говорите? Поверим, что у них нет 600 рублей. Ну да. Ну нет, вот у них не на что купить. Вот и занимаемся самодеятельностью. То снежинки вырезаем. Из книг, да? Да нет. Из чуток. Да. Ещё чего-нибудь занимаемся. Да, у нас совсем... То есть 90-е ещё что-то на старой советской... Да, ещё были доработки, что-то ещё можно было что-то развалить. То есть 10 лет, по-моему, как бы так ещё развалилось. Разваливалось потихоньку. И потом развалилось всё. Понятно. Перспективы, как ты понимаешь, не видны в высшую сторону? Нет. Перспектив, я думаю. Ну, если какого не найдётся инвестора, чтобы здесь открыть какой-нибудь завод по производству каких-нибудь конфет. Да. 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 Спасибо. 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 Спасибо.